Участники построены, тренер проводит инструктаж. В кавалерийской школе «Гусар» в деревне Огуднево каникул нет. И дети, и взрослые приезжают каждый день, многие целыми семьями. Сегодня здесь соревнования по конному спорту. Программа одинаковая для всех, и для опытных всадников, и для начинающих. Стрельба из лука, преодоление конкурных препятствий, а часть дистанции надо проскакать на деревянной лошадке, шпагой попадая по мишеням. Турнир кажется немного несерьезным, но он не для демонстрации высоких спортивных результатов. Он для встреч друзей, сплочения, хорошего настроения, отдыха на свежем воздухе, общения с замечательными животными. В конюшнике в деревне Огуднево сегодня содержится 7 лошадей. Один из них – хамелеон, он же хамер. Ему 13 лет, карачаевской породы, участник сегодняшних соревнований. Мне тоже вот доверили. Конно-спортивный клуб расположен на территории агрофирмы «Восток». Руководит им Владимир Киселев. Выпускник ветеринарной академии, профессиональный спортсмен, призер чемпионата России по выездке. Ученик первого советского олимпийского чемпиона по конному спорту Сергея Филатова. Участник военно-исторических реконструкций. Собственно, во многом благодаря последней теме конюшня и появилась. Все знают в Челковском районе знаменитые душеновские маневры. Вот, кстати, я был, да, именно здесь мы начинали. Почему именно здесь эта конюшня рядом с душеново образовалась, в Огуднево. И когда вот душеновские маневры стали развиваться по многим направлениям, и отец Алексей нам и предложил здесь создать именно как центр вот для клуба, военно-исторических клубов, тех, которым не безразлично, лошади, кавалерия, история и так далее, да. Вот у нас и стали сюда подбираться только те, которым действительно стало интересно. Собственно, вот поэтому и живет до сих пор 10 лет. Участники различных военно-исторических клубов здесь частые гости, и не только они. Вот приехал показать мастер-класс чемпион России по конной стрельбе из лука Сергей Иванов. Очень скромный мастер. Участник детских реконструкций, участник конного похода Москва-Париж. Спортсмен-джигит. Какие-то места выигрывал было на чемпионате мира, но по стрельбе из лука конной. Воспитанники школы «Гусар» не только занимаются верховой ездой. Они изучают военную историю, учатся обращаться с холодным оружием, стрелять из лука, из пневматики. Часто выезжают на соревнования в другие города. Татьяна Кузнецова здесь с самого основания. Занимается конкуром, установила рекорд клуба, взяв препятствие высотой 130 сантиметров. Поверьте, это очень сложно. Все тренер научил. Владимир Алексеевич для нас не только тренер, он наставник и для многих даже как отец. И на самом деле я сюда попала по счастливому стечению обстоятельств. Дело в том, что моя мама в свое время тоже занималась у него, но это было в Москве на конном заводе московском. Как-то так получилось, что и меня, маленькую девочку сюда тоже привели. Как говорит Владимир Киселев, в лошадях есть то, чего нет в других животных. Лошадь учит ответственности, заботе, дисциплине. А многим, особенно подросткам, занятия в клубе помогают самоопределиться в жизни. Здесь они постигают основы профессий, связанных с лошадьми. Уже несколько человек закончили ветеринарную академию или продолжают учебу там. Кто-то выбрал тренерскую или педагогическую стезю. Лошади – это фактически очень удобный и очень хороший инструмент передачи знаний, передачи опыта и приучения молодых к определению будущей своей профессии. Вот это, собственно говоря, наша цель. Интересно, но большинство воспитанников не из Огуднева. Приезжают из Королева, Мытищ, Пушкина, даже из Москвы. Из Щелково, конечно. Часто дети приобщают к занятиям родителей. Да, практически каждый день я еду сюда из Королева. Но на самом деле, когда ты едешь заниматься любимым делом, километры не имеют никакого значения. Перед Новым годом они специально приезжали вплоть до 31 числа, даже до вечера приезжали, чтобы украсить денег своей любимой лошадки. Еще раз говорю, для них это не любимая лошадка, это не баловство, это любимый друг. Это самый лучший друг для них. Но вернемся к соревнованиям, в которых главным стала не победа, а участие. Подводя итоги, Владимир Киселев отметил, что маршрут прошли все, а победили те, кто лучше стрелял из лука. А еще оказалось, что у тренера день рождения. Поэтому в завершении программы поздравления и салют в честь наставника. Ирина Микедов, Станислав Виляев, Щелковское телевидение.